В эфире Вести Ульяновск, студия Владислав Витковский. Добрый вечер, смотрите выпуски. Штабные планы маленького города. Весенние замыслы озвучили в администрации города. Интерес ульяновского бизнеса отстаивают на федеральном уровне. Глава региона сегодня озвучил предложение по поддержке предпринимательской отрасли на Госсовете. Прошел он под председательством президента Владимира Путина. Среди инициатив, например, сокращение сроков прохождения административных процедур, а также установление либеральных налоговых ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сергей Иванович предложил такую меру, как надзорные каникулы. Таким образом, представить предприятиям, которые только-только начали свою деятельность, в течение определенного периода времени, мы говорим о двух или трех годах, по аналогии с налоговыми каникулами, надзорные каникулы, когда ни один орган контроля надзора не приходит и, скажем так, не проводит проверочные мероприятия у этих предпринимателей. В Ульяновской области заканчивается отопительный сезон и начинается месячник по благоустройству. На еженедельном аппаратном совещании в правительстве обсудили еще и подготовку к празднованию 70-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Тепло в дома ульяновцев будет поступать еще как минимум до конца апреля или до того момента, пока среднесуточная температура на улице не будет опускаться ниже 8 градусов. Однако подготовка к новому отопительному сезону начинается уже сейчас. Также буквально на днях стартует месячник по благоустройству. По документам он стартовал сегодня, а по факту же город начнут очищать тогда, когда установится более или менее сухая погода. Он распределен с 6 апреля по 27 мая. В данном месяце встать две задачи. Первая задача – это санитарная очистка всей территории Ульяновской области. И вторая задача – это все мероприятия по благоустройству, связанные с озеленением, с изменением архитектурного облика, с посадкой деревьев, с установкой малых архитектурных форм, устройствами дворовых площадок. День, до которого остался почти месяц. В подготовке к юбилейной годовщине регион, можно сказать, выходит на финишную прямую. Нам еще нужно порядка 10 тысяч человек наградить юбилейными медалями. И 16 тысяч человек мы уже с вами наградили. Поэтому я просил бы держать Александра Ивановича этот вопрос на личном, персональном, ежедневном контроле. И, что называется, ежедневно мне докладывать, чтобы у нас не просто раздать медали, это должно быть в торжественной обстановке, я много раз говорил. Губернатор уделил особое внимание состоянию памятников, посвященных Великой Отечественной войне. И даже пригрозил отдельным главам администрации кадровыми решениями. Так, в местной прессе рассказали о плохом состоянии памятников в Меликесском районе. Глава региона выразил надежду на то, что к памятной дате все будет приведено в порядок. Анна Панова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. В нынешнем году на улицах Ульяновска появится на 40 тысяч тюльпанов больше, чем в прошлом году. В целом же в городских теплицах будет выращено 2,5 миллиона цветов, что также превышает показатели 2014-го. Это одно из направлений по благоустройству города в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня было заявлено на традиционном аппаратном совещании в администрации Ульяновска. Более того, традиционный месячник по благоустройству в нынешнем году фактически становится двухмесячником. Именно так назвали обширный план мероприятий, включающий в себя три субботника. Первый из которых намечен был на 18 апреля. У нас 18 апреля есть накладка. В этот день будет проводиться эстафета городская. Поэтому мы по согласованию с губернатором и главой администрации переносим проведение массового мероприятия, как субботник, с тех мест, где будут проводиться эстафеты, на более ранний период, на 17 число. И в ходе санитарной пятницы мы проведем массовые работы как раз именно на этих трассах. На участках, где будут проходить маршруты, городской и областной эстафет проведут ремонт дорожного полотна. И не только там. Собственно, по данным городского комитета дорожного хозяйства, эти работы уже ведутся. Порядок наведут и на тех участках, которые находятся на гарантии. Дефекты, конечно, есть по гарантийным участкам дорог. Комитетом была проведена работа в прошлом году по оформлению судебными приставами исполнительных листов на принуждение подрядчиков на выполнение работ. Часть подрядчиков согласились самостоятельно выполнить работу, график работы они нам предоставляют. Постальным подрядчикам исполнительные листы были направлены в судебный пристав для принудительного исполнения своих обязательств. Вопрос ремонта дорог глава городской администрации Сергей Панчин уделил особое внимание, в том числе и в связи с большим количеством обращений со стороны населения. Призвал сделать процесс максимально прозрачным. Мы 29 дорог ремонтируем капитально. Согласен со мной? Я прошу вас, до 25 апреля мы должны вывесить аншлаги на каждой этой дороге. Вывести, кто подрядчик, какой срок выполнит, номера телефонов, кто контролирует сегодня. И люди будут знать о том, что данная дорога будет ремонтироваться. Вот когда мы придадим этому виду работу вот такую вот широкую гласность, и люди будут вместе с нами участвовать, тогда мы с вами получим положительный результат. На аппаратном совещании были озвучены планы по озеленению города. Они действительно масштабные. Во-первых, существует план по замене старых деревьев новыми. Во-вторых, в нынешнем году будет реализована акция «Лес Победы», предусматривающая посадку более 6 тысяч деревьев и кустарников. Расстанемся ненадолго. После рекламы смотрите выпуски. Не болеть, все невзгоды одолеть. Здоровому образу жизни в регионе посвятили целый фестиваль. Учитель на всю жизнь, самого классного классного выбирает в Ульяновске. Закаляла жизнь, закалялся сам. Ульяновцу Владимиру Фенелонову, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось 90 лет. Продолжаем выпуск. Сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. В Ульяновске в этом году к празднованию присоединилась и региональная госавтоинспекция. Сегодня сотрудники ГИБДД провели мероприятие для самых юных участников дорожного движения в областной детской клинической больнице. Место для проведения такой акции было выбрано не случайно. Только за первые три месяца этого года на дорогах области произошло 20 ДТП с участием детей. Страдали 22 ребенка. В третьих случаях это сочетанная травма, то есть это переломы черепа, ушибы головного мозга, плюс сочетание различных переломов конечностей грудной клетки и таза. Практически каждый десятый ребенок после сочетанных травм, к сожалению, погибает. Хотелось еще раз обратить внимание водителей, родителей на безопасность детей на дорогах. Мы призываем родителей внимательно следить за своими детьми на проезжей части, еще раз привести с ними профилактическую беседу. Здоровому образу жизни в регионе посвятили целый фестиваль. В областных здравницах всю неделю проходили Дни открытых дверей, консультации вели в центрах здоровья. Нероприятия в лечебных учреждениях посетили более 20 тысяч жителей региона. Ставку сделали на профилактическую работу. Такая проблема, как табакокурение, которая сегодня для нас является крайне актуальной. Такие проблемы, как борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На сегодняшний день мы приняли для себя решение, что Министерство здравоохранения совместно с руководителями учреждениями здравоохранения будет отрабатывать вопросы первичной профилактики именно на этапе доврачебных кабинетов. Буквально на эту неделю мы проведем для руководителей мастер-класс, который позволит им уже выстроить работу непосредственно в своем лечебном учреждении. И в продолжении темы. В Ульяновске завершился фестиваль здорового образа жизни. Более 600 тематических площадок посетили около 100 тысяч ульяновцев. Итоги недельного фестиваля сегодня подвели на форуме в областном дворце творчества детей и молодежи. Гостей форума здесь встречают под ритмой латины. Мастер-классы дают самые взрослые участники форума. Вы знаете, я вот работая на протяжении многих лет, поняла, что со старшим возрастом намного интереснее работать. Они ответственнее, энтузиасты такие. Они с удовольствием ходят и поднимают настроение. Зажигательные танцы, спортивные игры и даже скандинавская ходьба. Фае областного дворца творчества для детей и молодежи превратился в настоящий центр здоровья. На тематических площадках можно и собственные силы испытать, и здоровье проверить. А вот вопросом профилактики острых заболеваний, влияния и вредных привычек на организм посвятили круглые столы. В каждом округе депутатов Гордумы проходит мероприятие в рамках месячника здорового образа жизни. Цель мероприятия именно пропаганда здорового образа жизни против табака, курения, против алкоголизма, против наркотиков и так далее. То есть каждое мероприятие, каждый форум проходит на разные темы, именно касающиеся здорового образа жизни, именно людей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Этот форум стал ярким завершением областного фестиваля здорового образа жизни. Интерактивные площадки здоровья, а работали они всю неделю в крупных торговых центрах и больницах, смогли посетить не только жители областного центра. Проведено около 600 мероприятий в каждом муниципальном образовании. Город Ульяновск, Димитровград, Корсун, Чердаклы, Инза стали центром проведения мероприятий. Здоровый образ жизни, он начинается, наверное, раньше, чем с беговой дорожки, или же с бассейна, или же иных видов спорта. Он здоровый образ жизни в душе зарождается. Организаторы отмечают, что этот фестиваль прошел не под лозунгом физкультурно-оздоровительного движения. Участники получили прежде всего полезные знания о здоровом образе жизни. За неделю фестивальные площадки и круглые столы посетили около 100 тысяч человек. Любовь Умичева, Кристина Агафонова, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. В Ульяновске продолжается процедура предварительного народного голосования. Она проходит по самой открытой модели, когда любой желающий может стать как кандидатом в депутаты, так и выборщиком. Сегодня в областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» состоялось такое вот предварительное народное голосование. Собравшиеся обсуждали наиболее достойную кандидатуру в парламент областного центра. В итоге большинством голосов представители ветеранской организации выдвинули кандидатуру руководителя «Боевого братства» Николая Лазарева. Казаки – ветераны боевых действий. Просто казаки говорят тебе, Люба, дерзай, а мы тебя поддержим. Ветераны «Боевого братства» идут в бой только за Родину. И как президент наш сказал, и как лидер наш Сергей Иванович Морозов, отстаивая интересы государства, «Боевое братство» приняло решение участвовать в общенародном голосовании. После народных голосований, которые пройдут в организациях и на предприятиях, выбранные кандидаты представят свои программы. Впоследствии наиболее сильные и популярные личности, за которых проголосует большинство партийцев, будут участвовать в основных выборах в городскую думу. Они пройдут в Ульяновске в сентябре текущего года. Напомню, предварительное народное голосование проводят в нашей стране партии «Единая Россия» с 30 марта по 26 апреля. В Ульяновске сегодня стартовал региональный этап конкурса «Самый классный классный». Напомню, он проходит в области уже в девятый раз. Это творческое состязание призвано выявить самого талантливого и креативного классного руководителя. Всего в этом году в проекте участвуют 43 педагога. Каждый из них прошел отбор на муниципальном уровне. Нужно было предоставить самопрезентацию, это на муниципальный этап, самопрезентацию «Классный час», «Мастер-класс» показать, защитить свой инновационный опыт, поделиться своими методическими кабинетами. Для того, чтобы пройти в состав финалистов огласного конкурса, мне необходимо было предоставить, как раз таки, папку огласного руководителя на заученный этап. В финал вышли 15 человек. В рамках конкурса они презентуют себя и поделятся методическими наработками. Вот почему можно считать, что в этом конкурсе проигравших не будет. Независимо от формальных результатов, каждый сможет пополнить свой багаж знаний, необходимый для работы с детьми. На мой взгляд, потрясающий конкурс. Мы на какой-то период времени, скажем так, отвлеклись от того, что воспитательная работа в школах, она может быть даже важнее, чем учебная. И не случайно сейчас губернатор Сергей Иванович Морозов сносит ставку пионер-важатой в каждую школу. И мне кажется, этот конкурс тоже работает на то, чтобы воспитательная работа в школе становилась лучше и лучше. Конкурс будет проходить в течение трех дней, а победители определят в пяти номинациях. Обладателя гран-при ждет денежные премии в 50 тысяч рублей. Главное – сердцем не стареть. Сегодня ульяновец Владимир Фенелонов, ветеран Великой Отечественной войны, любящий муж, отец и дед, празднует свое 90-летие. В гостях у виновника торжества побывала Кристина Лавинского. Ему было 17 лет, когда отправился в 43-м защищать родину. Определили парням воздушно-десантные войска. Наверное, не было бы речи сейчас о 90-летии, если бы судьба не распорядилась и не сохранила мне жизнь в последнем бою тяжелом, в 45-м. 27 марта взвод был послан на разведку боем переправы через реку Рабов в Венгрии и был полностью уничтожен. А мне удалось раненому в ногу доползти до своих. После войны Владимир Михайлович поступил в Московский энергетический институт. Женился на одногруппнице. Студенческий брак оказался счастливым. Вместе они уже 68 лет. Всю жизнь. Всегда мне помогал. Не помню ссор, не помню грубых слов. Всегда внимателен, заботлив. Хороший отец. Я бесконечно благодарна судьбе и Богу за нашу встречу с ним. Здоровый образ жизни – надежный фундамент крепкой семьи. В течение 57 лет каждое утро без выходных ветеран занимался моржеванием. Когда Владимиру Михайловичу исполнилось 68, родственники, опасаясь за его здоровье, забастовали. Холодные заплылы пришлось остановить. Сейчас мужчина два раза в неделю плавает в бассейне и каждый день гуляет с дочерью в парке. Это наши корни, которые мы за него держимся. И благодаря ему мы встали на ноги. Это наша основа, наш тыл. И вот теперь уже по прошедствии времени мы, после того, как мы уже оперились, теперь не только он наша помощь, теперь и мы моего помощи. Поздравить ветерана войны собрались представители администрации Засвияжского района, ЗАГСа, социальной защиты, бывшие коллеги по работе на механическом заводе и, конечно, большая семья. На глазах именинника и гостей наворачиваются слезы, а самым ценным и дорогим становится пожелание мирного неба над головой. Кристина Лавинского, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Несколько дней до воскрешения Христа, несколько дней до окончания войны. В Музее народного творчества сегодня открылась необычная выставка «От Пасхи до Победы». Торжество жизни над смертью – это то, что, по мнению организаторов, объединяет два праздника – народный и православный. Выставочный зал поделили на две половины, а посередине – фотографии тружениц тыла и фронтовиков. В экспозиции также работы участников войны из фондов нашего музея – картины. Картины, которые посвящены мирной жизни. На иконы смотрят с фотографий женщины, жившие в годы войны на нашей с вами земле. Мужчины с фотографий смотрят на мирные пейзажи, а женщины – на иконы. Среди икон – произведения жительницы блокадного Ленинграда Софьи Русановой из Меликенского района. Каждый посетитель может поделиться военной историей своих родителей, бабушек и дедушек. Для этого в выставочном зале оставили так называемую тетрадь воспоминаний. О погоде через несколько секунд. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» представляет. Факты, события, комментарии. Нас слышат все районы области. Радио России Ульяновска. Генеральный спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Зао Эвола». В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода. Ночью местами и днем в большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ульяновске около нуля. Завтра днем по области от плюс 5 до 10 градусов. Ульяновске плюс 6, 8. Это были Вести в Ульяновск. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok